Мне кажется, я нашел идеальный USB-хаб за свои деньги. Салют всем любителям компьютерных штучек, с вами дядя Дима. Давайте я покажу вам 10 полезных товаров для компьютера, которые я нашел на Алиэкспресс. Как обычно в конце видео вас ждет конкурс, так что смотрим до конца. И первым стал вот такой вентилятор. Мало того, что 80-мм кулер поможет снизить температуру внутри вашего системного блока, он еще и сделает это красиво. Прозрачный пластик и 4 светодиода. Больше ничего не нужно. Подсветит все загадочным голубым цветом. А самое главное, совсем недорого. Если вам часто приходится иметь дело с радиаторами на процессоре от Intel, то вы наверняка уже столкнулись с тем, что штатные крепления довольно хлипкие. Их пластик легко можно сломать одним неловким движением. На этот случай советую взять десяток таких клипс и забыть о беготне по магазинам в поиске аналогичных креплений, а то и нового кулера. В связи с широким распространением такой мобильной техники, как ноутбуки, нетбуки и прочие ультрабуки, возникает вопрос с их зарядкой. И до тех пор, пока не ведут единый стандарт для зарядных устройств всех брендов, подобные блоки питания будут актуальны. Этот блок выдает 19 вольт, а его особенностью, как вы догадались, являются аж 22 вида штекеров. Это также будет удобно тем, кому приносят, например, на ремонт абсолютно разные ноутбуки. И раз уж речь зашла о ноутах, то вот одна из самых популярных сумок для него. За свою цену очень неплохое предложение. 8 различных цветов, от черного до розового, и 4 различных размера. От совсем небольшой сумки по 12 дюймов, до заметно более солидный под 17 дюймовый ноутбук. Конечно же есть множество карманов, подзарядку, мышку и любые провода. Отзывы позитивные, думаю, брать можно. Ну а для полноценного десктопа можно найти неплохой коврик. Конечно же круче всего смотрятся именно такие большие. 80 на 30 сантиметров, это уже другое дело. На нем умещается и клавиатура, и мышь. И выглядит это аккуратно, как настоящее рабочее место. Есть, конечно, варианты и поменьше размером, плюс два вида поверхности. Для скорости и для контроля. Отличаются верхним покрытием, снизу же в любом случае будет оно нескользящим. Любители гаджетов может порадовать этот мини-карманный USB-светильник. С его помощью любой доступный USB-порт можно превратить в лампу. А благодаря тому, что никакого корпуса нет, он очень компактен. Возможно даже использование в качестве брелка. При всем при этом на плате размещено 6 светодиодов, которые включаются сенсорной кнопкой с обратной стороны. Этой же кнопкой регулируется яркость свечения. И все удовольствие – 2 бакса. Мне кажется, я нашел идеальный USB-хаб за свои деньги. Просто перечислю плюсы. Лаконичный дизайн с алюминиевой накладкой сверху. Поддержка стандарта USB 3.0. Встроенный картридер для четырех основных видов карт памяти. И гнездо для дополнительного питания устройств с высоким потреблением тока. И при этом вменяемая цена. И я уже слышу голоса о том, что у меня на компьютере нет портов USB 3.0. Мне надо менять материнскую плату и все такое. К счастью, эта проблема решается за 350 рублей и 15 минут времени. Данная планка устанавливается в PCI-Express разъем, подключается по питанию к обыкновенному Molex разъему. И вот уже появилось аж 4 USB 3.0 порта. Значит наш старый системник еще послужит. Любителям круто выглядящих системных блоков, моддинга, а также тишины может пригодиться такой контроллер вентиляторов. Его особенностью является сенсорный дисплей, на котором отображается текущая температура внутри корпуса и скорость вращения вентиляторов. Естественно, всем этим можно управлять прямо с него. Мало того, что с таким экраном компьютер выглядит как минимум необычно, он позволяет еще и сделать его работу тише, замедляя вентиляторы при низкой температуре. Если кто не знает, ускорить работу компьютера лучше всего поможет быстрый жесткий диск. Именно в него все упирается. И самое быстрое время чтения сейчас обеспечивают твердотельные диски. Цена на брендовые по-прежнему высока, поэтому альтернативой могут стать китайские. Например эти от компании Kingdian. Имеют 2500 отзывов и недовольных среди них единицы. Емкость дисков от 60 до 480 гигабайт. В зависимости от емкости отличается скорость чтения записи. И оптимальным в этом случае является вариант на 120 гигабайт. Помните, что на все товары можно получить скидку от 14 до 20% с помощью двойного пешбека. Я это сам лично проверил. Видео если что, оставлю в описании. Призом в сегодняшнем конкурсе будет тот самый USB 3.0 Hub. Не упусти его. Для этого подпишись на канал спонсора Alex Polo, на наш канал, поставь лайк и напиши позитивный комментарий. Результаты через неделю в нашей группе ВКонтакте. Вступайте и в нее. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok